бизнес на крипте в беларуси задержали 27 обменщиков цифровой валюты мвд прорабатывает законодательные инициативы что предлагают аварийный сезон и в беларуси стартовала профилактическая акция гаи участились случаи травматизма людей передвигающихся на средствах персональной мобильности до чего докатились детки-бедки в игровской области школьник разжигал костер бензином куда смотрели взрослые это сирена громкие чп за неделю страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте в польше перевернулся автобус с беларусами авария случилась недалеко от границы 11 человек были доставлены в больницу в белоподляске для обследования среди них двое детей еще 17 пассажирам помощь оказали на месте польский перевозчик следовал в аэропорт под варшавой сейчас угрозы жизни людей нет сообщили в посольстве отец за сына в могилёве 4 июля поздно вечером произошло смертельное дтп 36 летний мужчина после бурного застолья собрался в магазин за догонкой пенового водителя пытался становить его 63-летний отец последствия оказались трагичным владелец газа даже не заметил как переехал человека и отправился по намеченному пути осознал масштабы бедствия он только после того как вернулся а свидетельствование показала 1,4 промилле роковой маршрут в могилевской области произошла серьезная авария чп случилось около восьми вечера вблизи деревни евдокимовича шкловского района 38-летний водитель пежо двигаясь с лафетом на котором перевозил бмв потерял управление машина выехала на встречку и с микроавтобусом который от удара съехал в кювет четыре человека госпитализированы с ветерком в беларуси стартовала акция гаи особое внимание уделяют велосипедистам владельцам самокатов гироскутеров моноколес как незащищенных и более непредсказуемых участников движения удобно в использовании гаджет развивает скорость до 30 километров в час инспекторы проверяют правила проезда водителями пешеходных переходов профилактическая кампания продлится по 14 июля самыми уязвимыми участниками дорожного движения по-прежнему остаются пешеходы и велосипедисты анализ аварийности показывает увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием последних также участились случаи травматизма людей передвигающихся на средствах персональной мобильности госавтоинспекция рекомендует водителям при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость движения до минимума с начала года в бобруйске произошло 11 аварий с участием пешеходов и велосипедистов 10 человек травмированы один погиб ночью 30 июня загорелась квартира на гоголя в мчс позвонили очевидцы по прибытии к месту вызова с балкона девятиэтажки валил дым в результате закопчены стены и потолок по всей квартире повреждено имущество в кухне пострадавших нет причина возгорания устанавливается специалисты не исключают пожаром мог начаться из-за неосторожности при курении всего с начала года в бобруйске произошло 62 пожара погибли 6 человек хотел запечь картошку чуть не спалил деревню 11-летний мальчик устроил пожар у бабушки на даче чп произошло в деревне бесчини а в гости на каникулы школьник приехал из россии в интернете мальчик увидел как запекают картошку в костре и решил повторить когда эксперимент не удался потерял интерес огонь же перебросился на сооружение в итоге сгорело пять хозпостроек сарай и частично кровля жилого дома никто не пострадал еще один самостоятельный поступок едва не обернулся трагедии в костюковичском районе девятилетний мальчик разжигал костер и попал больницу взрослые на приусадебном участке жарили шашлыки после отправились ужинать в дом школьник воспользовался момент и мы решил самостоятельно разжечь костер спустя череду неудачных попыток мальчик воспользовался бензином который нашел в гараже пока переливал жидкость из канистры в бутылку пары горючего попали на руки одежду от искры пламя вспыхнуло моментально в результате ребенок с ожогами госпитализирован оберут до нитки в могилевском регионе увеличилось количество киберпреступлений только за январь-май этого года зафиксировано 556 случаев в прошлом году за аналогичный период было 476 негативная тенденция больше всего отмечается в областном центре и бобруйске как правило потерпевшие сами сообщают реквизиты банковских карточек а также добровольно следуют инструкциям злоумышленников кибермошенники используют множество схем для обмана граждан обезопаситься от происков преступников помогут повышенное внимание к сохранности персональной информации и максимальная бдительность при осуществлении платежей и денежных переводов чтобы не попасться на уловки мошенников пароли для входа в соцсети интернет-банкинг или онлайн магазин должны быть разные лучше всего их менять раз в полгода плюс стоит использовать двухфакторную идентификацию для этого достаточно привязать аккаунты и электронную почту к номеру мобильного телефона нелегальный биткоин транзакции в беларуси с начала года задержали двадцать семь обменщиков криптовалюты мошенники незаконным способом заработали порядка 22 миллионов рублей их услугами активно пользуются аферисты для обналичивания и конвертации похищенных денег перечисляют средства организаторам или участникам преступных схем мвд прорабатывает законодательные инициативы запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами для прозрачности и контроля такие финансовые операции разрешат проводить только через биржи парка высоких технологий такая практика сделает невозможным вывод денег полученных преступным путем аферистам станет просто невыгодно орудовать в беларуси это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в youtube и соцсетях я кристина рианц увидимся через неделю ваше новостей